Скоро праздники, а это значит, что люди ищут где, чтобы подарить кому-то или себе что-нибудь. Если вы определили, что будете покупать айфон, но всё ещё не знаете какой, то это видео призвано вам помочь. Так какой айфон купить на 2022 год? Я не буду говорить, что какой-то айфон топ. Я просто распишу смысл покупки того или иного аппарата, а взвешенные решения вы будете принимать сами. Список будет идти снизу вверх. Не буду долго тянуть, поехали. Пятое место, айфон 10. Довольно старый флагман с тонкими рамками, первый с Face ID, хорошим AMOLED дисплеем, диагональю 5,8 дюймов. Двойная основная камера представлена 12-мегапиксельным широкоугольником и 12-мегапиксельным телевиком. На вид такие стоят 1025 рублей. В магазинах вы его, правда, уже не найдёте. Под капотом у него 6-ядерный чипа 11 и 3 гигабайта оперативной памяти. Телефон прекрасный, особенно за 25 тысяч рублей. Для справки, айфон 6 2014 года до конца своих дней продажа в магазинах стоил 20 с лишним тысяч. Так что, если хотите недорого и классно, то берите десятку. Но будьте осторожны, много аппаратов продаётся с сломанным Face ID. Четвёртое место, айфон SE 2020. Неплохой аппарат, представлен, как уже понятно, в 2020 году. Имеет старый корпус с кнопкой, но с чипом А13. Дисциплину IPS 1334 на 750 точек. 326 ppi, яркость 625 нит, что неплохо. Нет никакого Face ID, разумеется. В кнопке есть Touch ID. Ничего больше мне про него сказать. Телефон он выполнен, как первый SE. Мощь новых технологий в старом корпусе. На третьем месте я разместила айфон XR. Это второй телефон после десятки. Выпущен был в 2018 году. Я хожу с ним уже почти полтора года. Для начала он считается типа бюджетником. Да, цену вряд ли можно назвать бюджетной, по такой цене продаются флагманы Poco. Но в целом телефон хороший. Но! Во-первых, толстые рамки в сравнении с десяткой. Диагональ 6,1 дюйм. Во-вторых, одна задняя камера 12 мегапикселей. Не критично, мне лично за глаза хватает, и я вам советую не париться по этому поводу. Чип тут A12. Обеспечивает быструю работу смартфона на всех самых последних прошивках. Я думаю, он будет актуален еще несколько лет. Года 4, наверное. Второе место. iPhone 11. Это все тоже XR, только чуть-чуть лучше. Во-первых, это новый блок камеры, и соответственно их две. В Pro и Max версиях их три. В целом, разницы между XR и 11 немного, разве что в тех же Pro и Max AMOLED дисплей. В XR и 11 он IPS, но добротный. Не могу больше ничего интересного про них рассказать, поэтому наше первое место. Топ-1 в моем списке iPhone 13. Почему? Все очевидно, он самый новый. Он будет дольше всех жить, он мощнее и так далее. Ну, очевидно. Вы все про него знаете, что у него внутри чипа 15, дисплей 6 дюйма, OLED, Super XR, 2532 на 1170 точек, 460 ppi и самый новый революшен в айфонах, 120 герц. В общем-то да. Из всех хороших и актуальных айфонов я выбрал лучшие на свое усмотрение. Это мое личное мнение. Спасибо тем, кто досмотрел до конца, если я вам хоть чуть-чуть помог определиться, с вас лайк, подписка по желанию. А также приглашаю вас подискутировать в комментариях. Пока.